Да, да, да. Проход осуществляется в эту зону, рамка работает. Совершенно верно. Но она реагирует на все. Телефон, ключи. На трибунах не станет тише. В этом уверены представители современной ледовой арены на Жасминной 3. Теперь каждого болельщика на входе будет встречать вот такое устройство. Правда, борьба с терроризмом – это не только рамки металлодетектора. Когда гость приходит, если у него какая-то бутылка с алкогольными напитками, либо запрещенные предметы, колющие, режущие, он сдает это все в камеру хранения, закрывает на ключик, ключ забирает с собой и идет на игры, на трибуны. Такие изменения здесь начались сразу же после того, как площадку проверили на безопасность, барнаульские полицейские выписали бумагу со словами «Устранить нарушение». Все требования к подобным сооружениям прописаны в федеральном приказе МВД страны. Там указано, что в здании должно быть безопасно как для персонала, так и для зрителей. В итоге основные претензии возникли к главному фойе объекта. К металлодетектору и кабинкам добавятся турникеты, так называемая зона разграничения потоков зрителей. Того, что допускалось при массовом катании, оказалось недостаточно для проведения официальных состязаний. Часть работ уже выполнена, учитывая то, что у нас есть рамка, у нас есть ЧОП, у нас есть камеры хранения для запрещенных предметов, у нас есть места для работы сотрудника ГУВД, сотрудника ФСБ. И тем самым мы обеспечили зрителей на 1-2 числа. Именно в эти дни команда «Алтай» должна будет сразиться с оппонентами из Чебоксар. Болельщики могут выдохнуть, клуб не будет останавливать продажу билетов, как это планировалось ранее. Все для зрителей, все для болельщиков. Именно так считают в Карандин-арене. Специально для них здесь установили дополнительную трибуну на 120 мест. Позади меня вместо белой стены построят точно такую же трибуну, с точно таким же количеством посадочных мест. По всему периметру дополнительно построят еще одну трибуну. И в итоге в 2019 году Карандин-арена должна увеличиться с 300 мест почти до 2000. Такая неожиданная и в то же время ожидаемая проверка нисколько не смутила руководство дворца. Говорят, при возведении объекта многие пункты уже были учтены. Например, видеокамеры просматривается едва ли не каждый угол. Так что здесь по-прежнему ждут всех на хоккей. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.